Всем привет, друзья! Меня зовут Оля Ермилова, я эксперт по управлению реальностью и изучаю взаимосвязь между тем, как мы думаем, и тем, как мы живем. И сегодня я подготовила для вас классное видео, где расскажу вам о трех главных секретах успеха. И я хочу, чтобы вы понимали, что это не просто какие-то слова, это проверенные и доказанные вещи, используя которые и внедряя в свою жизнь, вы сможете достичь успеха в разы больше, ибо наше мышление творит чудеса. Но перед тем, как я расскажу вам о секретах, я хочу показать вам свою книгу, которая называется «Как изменить жизнь за одну книгу» и очень сильно порекомендовать вам ее прочитать или прослушать, потому что она есть в двух форматах. Для того, чтобы это сделать, вам необходимо перейти по ссылочке в описании к этому видео, скачать ее и, собственно, инвестировать. Именно инвестировать свое время для того, чтобы получить эту информацию, которую я здесь изложила. Поверьте, она поможет вам изменить вашу жизнь к лучшему гораздо быстрее. Ну и, наконец, настало время рассказать вам о трех самых главных секретах успеха. Я хочу, чтобы вы очень внимательно меня услышали и отнеслись максимально серьезно к тому, о чем я сейчас буду говорить. Потому что для кого-то это станет просто словами, а для кого-то это перерастет в начало мощного и сильного пути. Итак, пункт номер один – это решение. Давайте поставим такого модного человечка, он у нас будет первым пунктом и звучать это будет как решение. До тех пор, пока вы не принимаете решение, что вы хотите изменить свою жизнь. Возможно, вы хотите изменить ее всю или вы хотите изменить что-то конкретное, наладить свои отношения или создать отношения, которые вам нужны. Что вы хотите, например, поменять устройство своей жизни, наполнить ее радостными событиями и убрать вот это вечное ожидание выходных, вечное ожидание праздников, только чтобы не работать. Пока вы не примете решение, какую жизнь вы хотите, пока вы не опишите то, куда вы стремитесь, пока вы не введете свой жизненный навигатор, те цели и задачи, чего вы хотите достичь, успеха вам не видать. Люди, которые плывут в жизни, так называемые, по течению, которые просто, как я уже люблю вам говорить, отбивают в жизни то, что с ними происходит, это люди, о которых точно не скажешь, что они достигли успеха. Да, эти люди могли прожить честную жизнь, еще какую-то жизнь, просто проживают свою обычную жизнь. Но если вы хотите получить лавры, если вы хотите получить овации, если вы хотите сами собой восхищаться, если вы хотите проживать жизнь по собственному выбору, вам необходимо научиться принимать твердое решение. Что такое принять решение? Принять решение – это не просто сказать или написать на бумажке. Принять решение – это значит быть готовым к тому, что вы начнете действовать. Это значит сформировать в своей жизненной картине мира очень четкое понимание, чего я хочу, я точно этого получу, мне необходимо убрать все, что вам мешает. Убрать ненужных людей, ненужные ситуации, убрать время, которое прожигается не на то, что нужно, а четко сформировать свой план, создать свою стратегию победы, четко понимать, что вы сейчас будете делать и какую цель вы будете преследовать. Решение – это не надпись на бумажке. Решение – это твердое намерение, твердое выстраивание своего пути, своего стратегического плана и полная готовность ему соответствовать и действовать. Итак, мы переходим с вами именно ко второму пункту – действие. Вот такой замечательный смайлик, он будет у нас означать действие. Что же такое действие? Действие – это не просто, когда я что-то иногда, может быть, делаю. Нет, это такие согласованные, конкретные действия в контексте того решения, которое я принял. Многие говорят, ну, я занимаюсь многим, у меня еще просто много дел. Нет. Действие – это то, что мы сопоставляем с нашим решением. Это не просто какой-то набор глаголов, которые мы выполняем ежедневно. Ну, я же постоянно что-то делаю, я постоянно занят. Нет. Когда мы принимаем решение, мы четко формируем свою цель. Мы понимаем, чего я хочу. И каждое наше действие перед тем, как совершается, отвечает на вопрос, а соответствует ли это действие тому решению, которое я принял. Когда сейчас я позволяю, например, себе оставаться в каких-то неприемлемых для меня отношениях, когда я позволяю другим людям вести себя так, как я принял решение, что я не хочу, чтобы они себя вели, нужно ли мне это действие? Действие нужно выбирать для себя так же, как и мысли. Когда вы приходите в супермаркет, приучитесь выбирать для себя не то, что как-то вы привыкли или доступно, а то, что вам на самом деле хочется. Так же и действие. Подчиняйте свои действия своим решениям. И если вы, например, приняли решение иметь красивое тело, подчиняйте это действие и не покупать для себя те продукты, которые не способствуют вашему красивому телу. Не совершать те поступки, например, ночные объедания тортом, которые не ведут вас к вашей цели. Действия – это конкретные шаги, которые приводят вас к тому решению, которое вы для себя поставили. Это очень и очень важно понимать. Мало того, действия – это то, что вы обязаны совершать регулярно. Это не то, что вы подстраиваете под свое настроение. Ну, сегодня у меня не то настроение, сегодня зима, сегодня у меня еще что-то. Нет. Действия – это постоянная величина. И я это знаю и делаю. Не забывайте о том, что мысли, которые мы о себе думаем, убеждения, которые мы для себя создаем – это тоже действия. И ежедневная работа со своим мозгом, когда вы свой мозг также программируете и помогаете ему поверить в свое решение. Когда вы пропечатываете в свою голову, что вам нужно именно это, когда вы создаете нового себя с новой энергией, с новой силой – это тоже действия. И это действия вы должны совершать ежедневно. Действия – это не только про физическое. Действия – это и про ваши мысли прежде всего. Потому что если ваши мысли будут такими себе, если вы будете постоянно неуверены, если вас можно легко в чем-то переубедить, то это говорит только о том, что ваши решения не твердые, а ваши действия – они какие-то игрушечные. Потому что когда я в чем-то уверена, когда я работаю над собой, я себя создаю. Не забывайте о том, что мы создаем не только свой внешний мир через внешний. Помните то, что со мной происходит? Мы создаем свой внешний мир через внутренний. Я есть то, что я о тебе думаю. Я создаю ту реальность, которую я способен допустить в своей голове. Обязательно посмотрите мое видео про внешние и внутренние миры, которые есть на этом канале. Обязательно посмотрите другие видео для того, чтобы у вас приходило четкое понимание того, каким образом мы создаем свою жизнь, как по крупицам мы это собираем. И действия здесь очень важны. Кстати, ежедневные просмотры моих видео в течение хотя бы 15 минут одного видеоролика – это тоже конкретное действие, которое удобряет вашу внутреннюю почву, в нашу внутреннюю веру, которое дает правильную пищу для вашего ума, что на выходе позволяет вам создавать свою новую энергию, которая притягивает к вам уже других людей, уже другие ситуации, которая помогает вам менять вашу жизнь максимально быстро и при этом создавать классную реальность, а не ту, которая обычно происходит. И, наконец, третий пункт. Возьмем такой смайлик. Чертенка. Это, можно сказать, чертовское упорство. Упорство, друзья. Упорство – это мега-мега важно. У вас обязательно будут наступать моменты, когда вам будет все хотеться послать к трем чертям. У вас всегда будут какие-то такие ситуации, когда будет надоедать, когда вера будет заканчиваться, когда вы будете делать вид, что это все вам надоело. Будет что-то происходить, и вы будете говорить, да фигня, да не работает, да нет, нет. Упорство – это означает, что снег, зима, холод, 300 тысяч причин, выключили свет, летят ракеты, а если я сказала, что я делаю свои 10 тысяч шагов, значит, я их буду делать на месте, на лестнице, в бомбоубежище, где угодно я буду это делать. Если я сказала, что я буду продолжать развиваться, создавать свое дело, приобретать новые навыки, заниматься и развиваться в новом бизнесе, я продолжаю это делать, несмотря ни на что. Даже когда у меня не получается, особенно когда у меня не получается. И еще три раза больше я буду делать, когда я совсем не понимаю, что я делаю и зачем, когда мне кажется, что это фигня, я все равно продолжаю это делать. Упорство – это когда я действую, несмотря ни на что, несмотря на то, что мне говорят другие, несмотря на то, что я вижу не те результаты, которые я хотел. Даже когда мне кажется, что все пропало, я все равно продолжаю. Продолжаю, не думая ни о чем, я просто делаю. Как сейчас. Выключается свет. И я хочу не переписывать это видео, чтобы вы знали, что даже когда, мать ваша, выключается свет, я все равно продолжаю, продолжаю и продолжаю. Светят фонарики, я не знаю, светятся мои глаза. Я хочу, чтобы вы знали, нет таких ситуаций, в которых вы должны сдаться. Поэтому прямо сейчас подписывайтесь на мой канал и поставьте мне лайки, и напишите мне комментарии, скажите, Оля, я досмотрела это видео до конца, я с тобой, и я обещаю, что упорство всегда даст мне возможность дойти до конца и получить свой заветный приз. Нехай будет вся Украина, девчата-то хлопцы, и нехай будет светло, хотя бы в наших с вами очах.